Мы подумали в этом месяце и пришли к такому выводу. И вам собираются, пьют пиво, такие обычаи. Но нам пришло в голову, что в принципе это несправедливо, что есть люди, которые гораздо больше заслужили свой день. И поэтому, решив исправить эту историческую несправедливость, мы пришли к выводу, что нужно провозгласить 25 марта, днём Святого Абика. Пожалуйста. Теперь таким образом, высшим указом мы причисляем Абика к Лику Святых. Это такой специфический нимб у Абика. В этот день следует собираться, нарядно одеваться, пить много водки и честствовать Святого Абика, что в принципе мы сейчас все будем делать. Итак, внесём свою лепту в чествование Святого Абика. Нет, правда, что ещё за патрик? Какой святой и почему? Другое дело — это Абик. Тут сомневаться ни к чему. Вам это точно скажет каждый, будь он знакомый или чужак. Кто с ним встречался хоть однажды, тот подтвердит, что это так. Не зря парил он в Поднебесе, и сказку в быль он воплотил. Ворота становился лесли, мячи все без труда ловил. И мог бы стать он ловиласом, ведь был всегда хорош собой. Но только в вере черноглазой хранит он верность, как святой. Всегда с улыбкой урадушной, всегда готовый пошутить. С ним рядом не бывает скучно, и беды можно все забыть. Он покоряет всех на свете, но если б видел кто-нибудь, Как от него балдеют дети, а ведь детей не обмануть. Порой хоть нелегко бывает, и карта не всегда идёт. Он никогда не унывает, и смело движется вперёд. Он оптимист неисправимый, муж, папа, дедушка и друг. В поэме, даже очень длинной, не перечесть его заслуг. До бесконечности могла бы я Абика превозносить. Поэтому давно пора бы его святым провозгласить. И попросить его, конечно, теперь, когда он средь святым, За нас, словцо, замолвить грешных, быть рядом с ним всегда. Аминь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...